Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В эти дни, вспоминая нашего батюшку почившего, царя Дмитрия, мы, празднуя память святых, конечно, должны вслушиваться. И какого святого памяти это всегда должно быть, сейчас особенно, потому что такие дни особенного посещения Божия. И поэтому вот сегодня, слушая тропарь священноисповеднику Афанасию, епископу Ковровскому, которому мы уже говорили, действительно, как его подвиг перекликается и отзывается, можно сказать, в жизни батюшки, мы теперь можем обратить внимание на упоминание того святого, который был небесным покровителем священноисповедника Афанасия. Афанасий Великий, святитель Афанасий Великий, сколько гонений, сколько претерпел изгнаний, действительно, как сейчас в молитве читалось новому Афанасию Ковровскому, читалось об этих изгнаниях с места на место и без конца. Вот примером для него был его небесный покровитель. И есть такие слова у святителя Афанасия Великого, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Вот Бог по естеству принимает человеческое естество, а человек становится Богом по благодати. Вот ради этого все. И воплощение Христово, и Его проповеди, Его чудеса, Его страдания, Его смерть, Его воскресение. И вот как раз сегодня мы слышим такие слова, которые, конечно, невозможно просто не отнести к нашему дорогому батюшке. В один день Господь Иисус вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера. Что это значит? Вроде бы кажется нам обычное дело переправиться. У Господа не бывает обычных дел. Если Он на что-то благословляет, значит, Он что-то хочет явить полезное для нашей души, чтобы мы укрепились в вере, чтобы мы утвердились в надежде, чтобы мы отозвались любовью к Нему. И последующее ясно все это показывает. И отправились. Вот такое скупое слово относительно послушания учеников. Как что-то обычное. Вот поэтому и Божьи люди, они всегда молчат о добродетелях своих. Да что о добродетелях? Даже о том, что может послужить для людей к какому-то вниманию, к их персонам. Все сокрыто. Просто отправились и все. Вот так подвиг. Сколько говорят о подвиге, допустим, космонавтов. Вот почему тот или иной герой? Потому что неизвестно, что там будет. И очень вероятно, что может и погибнуть. Человек на это идет. А что значило для учеников на ту сторону озера переправиться? Они же рассуждали о состоянии погоды, что их может ждать на этом пути. Они ничего не ответили, ничего не сказали. Они просто исполнили послушание. Что бы их ни ждало. То есть в этот момент, начальный момент, они проявили такую простую, смиренную веру. Во время плавания их он заснул. Вот когда Господь засыпает, он остается с ними. Когда они вроде бы сначала с ним, могучим повлиять на все окружающее, как им кажется. А теперь он заснул, уже как будто бы не может повлиять. Так многие думают. Все еще по сей день, слава Богу, конечно, присылаются тем, кто был близок к батюшке, присылаются соболезнования. А уже сколько раз хотелось ответить. Радоваться надо. Радоваться. Потому что он только заснул. Но он остался. У Бога все живы. Он остался. И теперь может влиять на то, что вокруг нас в большей мере. Потому что чем меньше внешнего, тем больше внутреннего. Такой закон духовной жизни. на озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И сейчас, кажется, как много возникает новых ситуаций, новых проблем, которые, кажется, а как их решать? Раньше вот, батюшка, сколько на себя брал, сколько фактически тайна нес, тайна от мира. И сколько проблем, как нам казалось, решались сами собой, а на самом деле за этим стоял его подвиг, жертвенность его души. А теперь, кажется, кругом опасность. И там, и там. Потому что не часто такие личности встречаются на жизненном пути. и ты не знаешь, как теперь тебе быть и у кого спросить советы. Почему ты не знаешь? Потому что ты маловерен. Молиться надо. Как он и учил вот эти потрясающие слова батюшки принадлежащие. Как их здесь не вспомнить? Мы абсолютно обо всем пожалеем, когда умрем. Кроме молитвы. Вот. И молитва сейчас это действительно наше дыхание. и подойдя разбудили его и сказали «Наставник, наставник, погибаем!» Вот что имеет произойти с нами. Но он встав, запретил ветру и волнению воды и перестали и сделалась тишина. Вот. только надо потерпеть. Только надо выдержать благую паузу молитвенную. Не торопиться. Потому что воля Божия явится, если мы не будем этому мешать. Тогда он сказал им «Где вера ваша? Они же в страхе и удивлении. нам услышав в очередной раз и многократно слышали это Евангелие, нам уже и опытом научившимся, что волнение надо оставить, а с верою ко Господу и к угодившим Ему припасть. Давно уже пора нам держаться вот этого исповедания и не переставать удивляться. Не то, чтобы не удивляться этому, как вот некоторые думают. Всегда надо удивляться Божьим чудесам. потому что это состояние младенческого сердца побуждает удивляться. Действительно, дивны дела Твои, Господи. Дивен Бог во святых Своих, Бог Израилев. Аминь. Аминь.